Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Ириш, давай сегодня поговорим о проекте под названием «Зиланд». На самом деле, если мы оглянемся назад в 2000-е годы, то книги Вадима Зиланда, они были просто великолепны. Они продавались, наверное, миллионными тиражами. И, наверное, нет человека, который бы не читал «Транссерфинг реальности» и не цитировал Зеланда о том, что вся реальность в нашем сознании, создаем мысли-формы, играем с реальностью. Да, согласна. И вот так получалось, что когда-то я тоже читала его книги. Более того, я познакомилась с методикой Вячеслава Бронникова благодаря именно Зеланду. Ну, то есть я прочла упоминание этой методики. Это была первая методика, которая приехала в Минск в проект «Центр человека», и благодаря которой мы попали в Национальную академию наук и вынуждены были ее подтверждать, хотя мы к ней не имели никакого отношения. Да, вы просто нас не признали мошенниками. Это все в истории, это все осталось в прошлом, и есть благодарность Вадиму Зеланду за то, что он все-таки упомянул эту методику, и так сложилось, что вот так все закрутилось, с одной стороны. С другой стороны, прошло много лет, и сегодня, когда я вижу видео с Зеландом, либо когда мне попадаются какие-то цитаты из его книг, я понимаю, что пришло время расставить все точки на «ты». Потому что есть великая луж. Подмена, великая подмена. Великая подмена, на которую клюет огромная аудитория. Не видя, да, не замечая. Не видя, не замечая. Эта подмена называется вынос силы. Вынос силы, причем он идет в каждой психотехнике, в каждой практике, в каждом, в каждом. Ну, чего тут быть голословным? Техника, альконтрас, по-моему, так называется. Вот ты находишь монетку или что-то выброшенное, или пуговку, или все, что ты потом сделаешь себе амулетом, и на этот амулет ты выносишь свою силу. И ты намаливаешь его, говоришь, что ты мне будешь помогать, а я сейчас буду тебе заботиться. То есть ты еще с ним гуляешься и торгуешься. И вот в какой-то момент ты вынес силу, и потом этот амулет начинает тебе служить и тебе помогать. Вопрос, кто тебе помогает? Видишь, такая, казалось бы, маленькая подмена. А на самом деле это основная подмена, которая вынос ответственности на вынос на камушек, на монетку, на труп. Чем это отличается от выноса на святого на труп? На бога. Ну, на бога, ладно, его там куда-то вынесли, но есть же мощи святых, мощи ответственности на икону, на картину. Да, на картину. И вот эта подмена, она уводит из выскажения абсолютно всех, абсолютно всех. Вынос, видишь, как отвлечение внимания. Отвлечение внимания от самого себя. Это, грубо говоря, человек вот идет, и ему надо из Минска проехать в Москву. И он спрашивает, покажите мне дорогу, как из Минска проехать в Москву. А ему говорят, да все просто. Едешь в сторону Берлина, Амстердама, потом там где-то на паром, потом еще как-то. И потом ты доберешься до Америки, потом через Америку там в Канаду, через Канаду опять в Америку. И там опять ты приедешь в Россию, и вот проедешь от Владивостока, блин, к... И вот ты оказываешься в Москве. Слушай, а почему не напрямую? Тут же значительно короче есть расстояние. Но это расстояние будет короче в том случае, если ты возьмешь ответственность на себя. И ты говоришь, сила во мне, и это я создаю. Я создаю. Нету никого, кроме меня. Нету никакой вселенной, кроме меня. Это моя вселенная, это продукт моей психики. При таком подходе рушатся религии. И тогда вопрос. Человек, который вот все это раскладывал, очень хорошо раскладывал для объективного восприятия. Идеально для объективного восприятия. Этот человек не догадывался о субъективном восприятии? Не догадывался или задача такая не стояла? Потому что если соединить с темными очками, с имиджем, и с дальнейшими, например, течениями, там, Анастасиевским и другими, все, как дальше жизнь развивалась, если посмотреть все в едином контексте, то нарисовывается совсем другая история. История, о которой как-то люди умалчивают. Давайте рассмотрим через призму денег, кому может быть выгоден такой проект. Ну, мы же меркантильные, мы же вообще гадкие, берущие деньги за свою работу и так далее. Как там у нас пишут иногда? Ну, иногда всякую чушь пишут. Это глупые люди. Ну, давайте мы все будем рассматривать через призму денег. Кому может быть выгоден проект, Вадим Зеланд? Тогда же тут, ну да, Зеланд, либо Анастасия. Либо Анастасия. Либо еще что-то. На самом деле, назови как хочешь. Сейчас новое течение пошло, это общество, которое созидательное. Просто назови любым именем, а суть, когда ты смотришь под основу, она одна и та же. Абсолютно. Ну, давайте посмотрим под, под, под. Кому может быть выгодно. Вот, грубо говоря, на сегодняшний день из того, что есть на рынке, через призму денег, и кто качает самые большие деньги. Государство, само собой, альтернатива государству – это религия. То есть государство в государстве. И если там по принципу земли не поспоришь, то если берем борьбу за духовность, за духовнов, то здесь религия стоит во главе. И вот смотрите. Религия, которая вынесла Бога из человека, создав объективную реальность, не дает должного образования, не дает, ну, о каком образовании идет речь, если о том, что Земля круглая, она вертится, признали в 1980 каком-то там году, если брать христианство. То есть тут очень, очень все, в космос бы мы не летали, если бы мы были под религией и не развивали науку. Так вот, кому выгодно, если вот они держат рынок, и вот находятся те овны, которые говорят, мне ваш дух не нужен, я пойду научным путем. Вот эти овны отвалились. Но они как бы никуда и не пристали. И деньги они куда-то понесли. А куда они понесли деньги? Если смотреть через призму… За пределы, да? Так вот, как должна поступить религия для того, чтобы эти овны были под контролем? То есть это значит поставить второй забор. Надо второй забор ставить, да. Следующий загон. Вот следующий загон, когда ставится, надо придумать что-то, чтобы он был похож на природный, да? На природный. То есть опять-таки природный. Да, сказка. Сказка. Анастасия очень хорошо продала сказку. Просто великолепно продана сказка. Вот. Либо же продать что-то мистическое, полунаучное. Вот здесь в один делах великолепно. То, что заинтересует. Заинтересует. На интерес подцепить. Человека всегда магией интересует. Да. Либо же, если он еще готов спасать весь мир, бороться за климат, еще за что-то. Мне очень сейчас понравилось выступление нашего президента. Я просто балдею на этом климатическом форуме. Молодец. Просто через призму денег в яблочко. Вот. Призма денег, она всегда так показывает. Так вот, если мы посмотрим на созидательное сообщество с точки зрения климата, опять-таки, то какая разница, какой загон ты выстроишь. Главное, чтобы дух там витал, и овны туда шли. Не разбежались. Главное, чтобы не разбежались. Чтобы шли, но при этом были подконтрольны. Да. Но ты же не можешь их развернуть в субъективное восприятие. Ты же не можешь сказать, слышишь, ты же сам создаешь себе этот забор. Зачем он тебе выкинь? Ты его нахрен и иди развивайся. Тебя же никто не держит. Стань искренним. Стань счастливым. Стань, стань, стань. Стань самим собой. Вспомни. Проснись. Вспомни, что ты создатель. Вспомни, что ты бог. Но вместо этого появляется человек, который говорит. Там кедры звенят. Или там климат меняется, поэтому мы спасем весь мир. Или, если мы возьмем в данном контексте Зеланда, он говорит. Возьми там монетку и вынес на нее силу. Еще есть вселенная. А еще есть, и мы с этой вселенной уже играем. То есть, мы априори в объективном восприятии. Нам не позволено иметь свое восприятие. Не позволено. Это уже есть персонаж позволяющий. Это уже есть игра. Все. Скажите, вот если мы смотрим на все эти проекты через призму денег, кому выгодно иметь эти проекты? Очевидно же. Нет, нет, нет. Это не так. Вы говорите глупость. Мы согласны. Да, аминь. Пускай люди зарабатывают. Но мы не против. Мы не против. Потому что все равно одновременно проснуться все не могут. Если взялось по большому счету. Конечно. Не могут, потому что обрушится игра. Игра разрушится. В сознании людей всегда должны быть три разных уровня развития сознания. То есть, трехточечная система должна быть. То есть, это будут люди недоразвитые, люди развитые на среднем уровне и люди высокоразвитые. Тогда система удерживается. Тогда система удерживается. Как только, да. То есть, люди засыпающие, люди в глубоком сне и люди просыпающиеся. Три точки должны быть. Если нет трех точек, система работать не будет. То есть, вечер, ночь и утро. И тогда мы смотрим день. Фильм. И тогда есть игра. Есть фильм. Фильм, да. Если нет трех точек. Если нет... Вообще, ключевое здесь ночь, да. Магнит. Ну, я образно говорю. То, что удерживает. И, то есть, если нет загончика для спящих. То это точно так же. Это рассыпание. Потеря, то есть, потеря, это как взрыв, да. Как потеря стада. Оно разбежалось. То есть, не будет игры. Не будет игры. Потому что игра коллективная состоится в коллективных головах. Да. Либо, если все проснулись, то же самое. Это равноценно взрыву. Потому что никто сейчас... Ну, в общем... Не хочет быть в заболе. И создать... Не знают, что создавать. Мы разучились. Мы разучились создавать. То есть, мы разучились мечтать. Мы разучились фантазировать. Мы разучились именно создавать. То есть, ответственность на себя брать за создание. Мы этого не умеем. Тут даже не то, что разучились. Мы не умеем этого. Уже давно. Ну, видишь, получается, что... Когда говорят о том, что инфодайвинг в массы, в широке. В массы широкие может быть психология. Только психология. И эта психология может быть развита, углубление может произойти в науку с позиции, когда человек начинает осознавать свои эмоции, начинает осознавать свои состояния и с этим работать. То есть он может уйти из состояния вины, обиды, злости и саморазрушения, из состояния, которые запускают аутоиммунные процессы в его теле, он может уйти в состояние, которое созидательное, которое укрепляет его здоровье, укрепляет тело и дает ему ресурс на более долгую жизнь. Это может сделать психология. Но все, что дальше, это всегда будет для тех, кто единичен. Потому что основную игру удерживает сознание коллективное. И коллектив должен существовать. А вот вопрос, в каком частотном диапазоне играем, товарищи. Вот это основной вопрос. И в какую игру, соответственно, под этот диапазон играем. Потому что игра вовнов уже на самом деле надоела. Потому что она всегда идет по одному и тому же принципу. Разрушение, восстановление. Разрушение, восстановление. Зачем? Если это может быть создание, развитие. Но, опять-таки, бесконечное создание невозможно без выдоха. Без осознанного разрушения. Циклическая ошибка. Но при этом создание в другом частотном диапазоне уже время пришло. Да, все равно это о росте уже. То есть это выход за какие-то границы. Это не выход из цикличности, но это выход за границы. Да, то есть это о росте. Это уже расширение. То есть рост на самом деле. Образно это дать ребенку на год стать старше. Ну, образно там. Перейти в следующий раз. Да, да. При этом не в цикличности, да. А в разумном. Ну, видишь, цикличность ты все равно отменить. Все равно невозможно. Потому что за вдохом следует выдох. И без этого никак. И без этого система дышать не может. Другой вопрос. Какой будет вдох и какой будет выдох? Она в любом случае будет мертва, если не будет вдоха-выдоха. Ну, да, да. А вот именно какой вдох и какой выдох, да? Да. Можно вдох, еще вдох, еще вдох. И сделать приличное расширение. Но тогда это о росте сознания. И тогда будет выдох. Это не обязательно выдыхать до начальной точки. Можно опереться и дальше. То есть система, чтобы дышала на расширение. И вот все, что касается расширения системы, здесь переход действительно к осознанному обществу возможен только через субъективное восприятие и через возвращение в себя создателя. По-другому не будет. Дело в том, что по-другому не будет, потому что становится очевидным, что сейчас уже будет конкуренция. Следующий виток игры включается конкуренция. Этот виток уже есть. Между разумом и между искусственным интеллектом. Это будет. Да. И это уже прописано в психике. Это большой контур. Это очень трудно осознаваемые вещи. И если мы говорим про разум, то разумно здесь и сейчас осознанно вернуть создателя в тело. То есть разумно – это перестать быть автоматами на самом деле. И выполнять автоматическую работу, то есть автоматическую жизнь. А именно, наконец, вот именно разумную включить в жизнь. Парадокс, да, разумную жизнь. То есть управлять искусственным интеллектом, а не интеллект искусственный. Ну смотри, когда мы говорим с тобой слово «искусственный интеллект», мы предполагаем человека-робота. А ведь это… Ну человек сейчас, который слышит, он говорит, так это айтишная технология. Нет, это не про айтишные технологии, это про человека-робота. Вы уже давным-давно находитесь в состоянии искусственного интеллекта, когда вы… Не отвечаете ни за что, а просто вы выполняете. Выносите ответственность, да, и механически делаете что-то. Да, одно и то же работаю. Одно и то же. Да, это об этом. И когда человеку говоришь, вот если ты пойдешь на операцию, то впоследствии это к результату не приведет, а приведет к тому, что болезнь будет усугубляться. Потом придется идти снова на операцию, потом снова. Человек идет, идет, идет. Зачем ты идешь? Ты же знаешь, что там нет выхода. И человек не может это объяснить. Он не может в себе отключить это. Просто вот не может отключить. Да, просто как робот-автомат. При этом и в то же время человек приходит и спрашивает, как вот мне, да, то есть что вот подскажите, там, допустим, да, говоришь, как, он все равно, он не понимает, он может быть какой-то промежуток времени, там, несколько, там, ну, две недели, да, он что-то еще поддерживает, а потом снова, бац, и на свои же рельсы, на… И в цикличность. И в цикличность. И научить человека видеть очень тяжело. Для этого надо, чтобы он сам включился. Для этого надо, чтобы он вернул ответственность за свою жизнь в себя. То есть убрал любой вынос силы. Любой. Вы выносите силу в род. Мне род даст силы. Какой тебе род даст? Ты создатель этого рода. Здесь и сейчас есть ты, а не род. Ты. И ты сейчас выносишь из момента здесь и сейчас эту силу в род для того, чтобы сыграть, что тебе кто-то что-то даст. Мало того, ты в этот момент еще и создаешь свой род, то есть какой он у тебя, то есть все зависит от твоего внутреннего состояния, у тебя такой и род. Да. То есть в этот момент ты еще и это делаешь. Ты в вине и обиде, и твой род качает тебе вину и обиду. И ты обвиняешь его же в этом. То есть это все вот уход из момента здесь и сейчас и вынос силы в любую психотехнику, на любого авторитета, на любого персонажа, в любую религию – это все путь в автоматизм, это все путь в никуда. Это путь вовна. И вот это надо научиться видеть, это надо научиться в себе отфильтровать, это надо научиться останавливать, говорить себе стоп и каким-то образом переключаться. Переключаться, чтобы осознанно начать управлять своей жизнью, осознанно решать. Вот здесь я совершаю вот этот поступок, я решаю, что будет так, так и так. Я решаю, не кто-то решает, это мое решение, это моя жизнь, во мне сила. Я создаю свою реальность. При этом подходе наше сознание потихоньку расширяется, становится создающим. И дальше действительно не хватает только психологической базы, как стать целостным, как вернуть в себя силовой ресурс и как выстроить все параметры жизни в гармонии. Вот если вот этот ответ на вопрос, как, станет для человека очевидным, он может пройти этот путь и действительно выстроить и свою семью, и свое здоровье, и свой бизнес, и свои отношения, все в гармонию привести. И тогда он будет целостным, гармоничным, и в нем будет силовой потенциал для того, чтобы идти на расширение сознания. Потому что это тоже не один год пути, но во всяком случае дорогу может оселить идущие, это уже развитие сознания, это не про деградацию. Потому что как только вы выносите свою силу на Вселенную, на Бога, на монетку, на род, на любого персонажа, на любого авторитета, вы слабы, вы в слабой позиции. То есть у вас, если выносишь ответственность на кого-то или авторитет, все, у тебя есть хозяин. И до смешного, вот как сделан, он говорит, на камушек найти, да, и на него вынести, сделать из него амулет, так это до смешного, но это камушек сделать своим хозяином. То есть... Это обезумие. Это просто вот всего лишь зависнуть на сути. Камушек твой хозяин. Вот на самом деле, если книгу «Транссерфинг» реальности взять и написать с позиции «Я создаю все, я создающее сознание», эта книга заиграет другими красками. Она заиграет разумом. Она заиграет разумом. Но дело в том, что она так не была написана почему? Потому что было выгодно ее написать иначе. И при этом она очень хорошо цепляет человека, на самом деле, потому что там есть разумность, да, но и вот это внесенное искажение, которое вроде... И ты понимаешь, да, это об этом, да, я слышу, я слышу. И тут бац, камушек твой хозяин. И тебя так в лунку, в эту лунку. Опять все, и ты уже не заметил, как ты ушел. Ну, точно так же Библия. В Библии очень... На самом деле, Библия составлена, если ее читать с позиции «я», все «я», то ты там действительно многие вещи увидишь, которые... Грамотные. Грамотные, грамотные. Ну, она уже переписана, там, конечно, там много всего намешано. Но все равно, там есть то, что тебя зацепит. Там есть грамотные вещи и есть вещи просто убойные, которые, знаешь, которые... Если бы те, кто ее переписывал, ее читали, такое чувство, что они просто свалили, чтобы была, а бы какая-то книга, на которую все будут кивать, даже в суть не вникали, какого говна накидали. Знаешь, как такое чувство, что они вот потом писали ее, просто уже, да, они все равно не читают, не задумываются над этой Библией. Поэтому все, что угодно можно писать. Это, знаешь, как письмо писал этот вот... Кот Матроскин, да. Кот Матроскин, да. И лох будет их хвост отваливать. Вот это по типу такого, да. На самом деле, вот такое чувство, да. Они уже настолько атрофировались, что они даже не заметят. Пиши, что хочешь. Вот, главное, вот эти предложения вставляй. То есть ключевые. Человек цепляется. А дальше, как в этих... В обрядах, да? В обрядах. Крещение. Крещение. Венчание. Венчание. Да. На самом деле, какие вещи, да. То есть, ну вот, просто бреда насыпают. А человек даже на самом деле не задумывается, что он несет. А ведь ключевое, это на самом деле он... А подсознание-то ловит это все. Так он себе конкретно магичит сам себе. Конкретно. Ритуалит. Конкретно ломает, ритуалит. И в психику вносит такие искажения, что потом попробуй их еще отыщить. А все из-за чего вносит? Потому что не задумывается над тем, что... Что он считает? Он свято верит в хозяина. Все. Свято верит в вынесенную свою силу. В камушек. Ну, я вот просто... Вынес Бога на звездочку. На звездочку. И молюсь в звездочке. В камушек, камушек. Да, молюсь камушку. И не задумывает. И даже не сам вынес, а его родители за него это сделали. А он уже автоматически дальше пошел. Суть автоматически. Ключ автоматически. Автоматически. И даже не задумывается вообще... То есть удобно иметь хозяина. И удобно этого хозяина хаять потом. Чуть что обвинять. Кстати, по поводу хаять и хозяина. Это прямое последствие. Ты знаешь, я когда... Ну, не так давно была в России, да? И на машине мы проезжали по Смоленску. И я увидела город полностью нечищенный. То есть там по пояс снега и выше. И вообще никто не чистил. Никогда не чистил. То есть у меня там женщина говорит, а он говорит, у нас неделя идет, не переставая. И вот просто его очень много. Ну, и губернатор там по радио заявлял. Говорит, мы вывели на уборку... Всю технику. Всю технику. Все вычистили. Да, вся техника вышла. Так смотрим, ни одного трактора. Вот это вся техника Смоленска, да? Но это ладно. Прикол в том, что я не видела ни одного возмущенного человека. И там вот, там такие хорошие люди живут. Вот сколько людей, которые улыбались, мы общались, там все. То есть вот открытые души, классное радушное общение. И говоришь, слушайте, у вас столько снега, что реально выходишь из машины и проваливаешься по пояс. Вот бульк, и все. Как? Как вы живете? А люди ржут, говорят, у нас зимняя сказка, у нас хорошо, да? Ну, не просто так тут немцы под Москвой замерзли. А потом говорят, у нас и французы тут замерзли когда-то. То есть у них все хорошо. У них чувство юмора офигенное. Они к этому очень легко относятся. Суть в том, что я приехала потом домой и открываю тикток. И у меня один за другим ролики. В Минске коммунальщики плохие. Вот они не расчистили здесь. А как же пешеход от пешеходного перехода дойдет до остановки? А тут мою машину не очистили во дворе, не вызвали эту снегоуборочную технику. И я смотрю, ролик за роликом идет. И у меня шок такой. Ребята, ребята, если твою машину завалило, возьми лопату, иди почисти. Если тебе неудобно ходить до остановки, ну, извини, купи машину. Иди, заработай, купи. Езди на машине, не надо ездить общественным транспортом. Ты реши свою проблему сам. Почему тебя кто-то должен обслуживать? И там одна женщина пишет, я плачу налоги. Слушай, ты посчитай, сколько ты заплатила, сколько стоит эта техника. Твои налоги, они в пуп не дышат вот этой работе. Бери лопату, иди кидай свой снег. Конечно, сейчас меня можно захаять за это дело, что, да, я понимаю. Но с другой стороны, понимаешь, когда у человека ответственность на себе, то он возьмет лопату и пойдет и покидает. Да. Я сегодня кидала. Да, сто процентов. Нормально. И даже не булькала. Потому что моя территория ответственности, если мою машину засыпала снегом, я пошла, ее откопала. Никаких вопросов. Это моя территория ответственности. Но вот если бы этому учили в школе и говорили, вот это твоя территория ответственности, вот это твоя территория и вот это твоя территория. Для этого надо свою территорию иметь. Для этого надо иметь свою территорию. А значит, для этого надо учить тому, что у тебя есть субъективное восприятие. И тогда надо учить, дорогой, возвращаем Бога домой. Но тогда же придется отказаться от религии. Ищу той кормушки. Да-да, давайте смотреть через призму денег, почему этого не происходит. Но тогда бы людей надо было учить благодарности, детей. Детей надо было учить искренности. И тогда дети бы вырастали здоровыми. И они бы вырастали здоровыми, здоровое потомство. И тогда не нужна медицина, во всяком случае, в таких объемах. Она только крайняя, в крайних таких. Она бы переросла в диагностическую и стоматологическую. Все остальное как-то так двигается. И пошло, и тогда фармацевтика. И много-много посредников начинает исчезать сразу. Исчезает. А на самом деле все посредники, да-да, посредники, это же искажения. Искажения, искажения, искажения. Ложь, ложь, ложь. Вопрос. Шелуха. Чью шелуху мы кормим и зачем? Ну, свое собственное. Мы же еще ее и растим сами, и все больше создаем этих камушков. Вот, вот это как мертвые кетки. И неумываем их, не чистим. Которые давно пора помыться и стряхнуть. Да. И вернуться к себе собственному, настоящему, искреннему, ответственному и так далее. Вот это то, что надо сделать. Через призму благодарности за то, что ты имеешь. И это называется возвращение силы и возвращение разума. И это правильный подход. И тогда проект Вадима Зеланда заиграет другими красками, как только вы силу вернете в себя, вернетесь в субъективное восприятие. И тогда этот проект не будет искаженным. И тогда эти книги заиграют другими красками. И тогда психотехники, половину из того, что там есть, можно выкинуть. А те, которые можно трансформировать через призму создателя, я создаю все, заиграют другими красками и начнут работать по-другому. И тогда не будет духа овна. Круто. Не будет. Посредника. Не будет посредника. Духа овна.